Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Если бы вы наткнулись на этот дом, который выглядит совершенно обыкновенно, вы бы ничего не подумали о нем. Но что если бы мы сказали вам, что на самом деле он скрывает в себе одну абсолютно невиданную и невероятную вещь, которую даже представить сложно? Вы бы не поверили. Да, в такое сложно поверить, но такое существует. Сын 78-летней Сали Берри Вильгельм купил 80 соток земли в 2010 году, после того, как мама получила травму колена во время отдыха во Вьетнаме. Сын решил, что из-за возраста и нелегкой травмы Сали должна заниматься тем, что принесет ей удовольствие. Когда Уильям купил участок в 2 Акра за ее домом в Уолгдине, Солфорд, Большой Манчестер, это было не более чем болото и свалка, пока бабушка не дотянулась до этого участка. Купленный участок полностью состоял из болота. Женщина, недолго думая, сразу купила себе косу и принялась облагораживать территорию самостоятельно. За 7 лет непрерывных трудов Сали Берри превратила заброшенную местность в прекрасный сад. Британка назвала свой оазис секретной долиной, поскольку никто и не подозревал, что за неприметным на первый взгляд домом находится настоящий рай. Она провела почти десятилетия, превращая пространство этого дома и территорию за ним в тихий рай, цветущий дикими растениями, животными и даже с собственным резервуаром. Задний двор Сали теперь известный как Тайная долина. Он обычно открыт для публики в рамках национальной системы садов, где частные сады открывают свои двери, ворота, заборы во имя благотворительности. Этот год, очевидно, немного отличается, так как пандемия коронавируса распространилась по всему миру. В настоящее время сад закрыт для всех, кроме Сали, которая чувствует себя невероятной счастливицей, ведь она все еще может наслаждаться этим. Работа настолько впечатлила сына Сали, что он даже сыграл собственную свадьбу в мамином саду. Мама проводила практически каждый день там. После семи лет усердного труда сад стал ее настоящим успешным проектом. «Я поражен, как земля превратилась из болота в рай. Это было достигнуто благодаря энергии, опыту и бесконечному энтузиазму мамы», заявил Берри. Сали хотелось бы снова открыть свой сад, если ограничения будут сняты. Но нужно смотреть, что произойдет, какое правительство примет решение для страны в будущем. Говоря с изданием Lead Bible, Сали сказала, «В настоящее время мы не можем открыть сад для туристов. Организация, которая обеспечивает всем необходимым наш сад, отменила страховку, чтобы сэкономить. Мы не знаем, что произойдет, это сложно просчитать. С большими супермаркетами все в порядке, там есть некая система. В саду же я не знаю, как бы вы сделали это, когда люди просто хотят что-то найти. Какая дистанция? У нас только узкие проходы, я не хочу, чтобы была односторонняя система, потому что это испортит все впечатление, да и вообще, это опасно. И какие сейчас туристы? Я не знаю, как они собираются облегчить этот закрытый бизнес. Мне так горько понимать, что никто не может оценить этой красоты. Так жаль, что мой сад не получает надлежащей помощи. Я стараюсь делать все сама, как и раньше. Но это так тяжело, когда у нас уже столько растений и животных. Их сложнее всего видеть, я так не хочу, чтобы кто-то пострадал. Салли объяснила, что сад должен был позаботиться о себе, когда она стала все-таки старшей и теперь силы покидают ее. Я не могу справиться с этим самостоятельно, природа сама заботится о себе. Это курируемая дикая местность. Природа сделала удивительную работу, присматривая за этим садом сама. Ведь теперь никто не может нам помочь. Сад очень органичен в том, как он сам по себе развивается. Люди приходят, ожидая всевозможных растений, некоторые из которых я знаю, что точно у нас уже есть. А о некоторых пока лишь могу мечтать. Видно, сколько удовольствия она все еще получает от своего пространства за домом. Когда она объяснила, я прекрасно провожу время, наслаждаясь садом. Мне это нравится, это удивительно. Ведь в данный момент так одиноко и грустно, потому что все выходит из-под контроля. Обычно мы открывались бы в июне. Я думаю, наши страховщики надеются, что мы откроемся позже в этом году. Нам остается лишь ждать и надеяться. Все это к лучшему. Природа просто показала, кто на этой планете хозяин. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно. Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.